Срочное включение! Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис. И в одной серии фиксиков рассказывается, что они появились от души работнику СССРских заводов. Ведь раньше всё делалось на славу. Но... как бы нет. Фиксики уже сами заврались и не понимают, где правда, а где ложь. Вернёмся на пару лет назад. Выходит серия под названием «Воздушный шаг», где рассказывается, что первые, кто летал на воздушном шаре, были сами фиксики. Но первый полёт был в 1783 году, и электроприборов тогда не было, а тем более электрики. Чем же тогда пытались фиксики? Но мы начнём копать ещё глубже. Кто-нибудь замечал, как выглядят фиксики? А точнее, их руки. Они свисают ниже колен. А у кого ещё руки свисали ниже колен? Ага, у первобытных людей. Рамопитек. По одной из легенд, первые люди пошли в динопланетянина. А что если фиксики, а то и есть динопланетяне? Или же иллюминаты? Тогда это объясняет, что они едят. Это перевернет весь мир. Ведь динопланетяне совсем не такие, как мы их представляли. А значит, что третья теория, от кого пошло человечество, правда. Всему тому, что мы умеем, нас обучили фиксики. Но почему? Почему целая раса фиксиков скрывается у нас на планете? Наверное, потому что по кодексу галактик они сделали световой круговорот. Запрещенные путешествия во времени. Они нарушили временной поток, создавший нас. Но почему они скрываются и от нас? Они не хотят, чтобы о них кто-то знал. Ведь как только человечество узнает о их существовании, то и узнает вся галактика. Но всё же. Что бы было, если бы фиксики вышли в свет? На этом всё. С тобой был Сергеонис, поставила к тебе это всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И, бро, подпишись на мой канал, я бы очень хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также, расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут вообще в шоке. И помни, это всего лишь моё воображение. Спасибо за вдохновение, свиндуку. Лол.